В Одессе прошел первый в этом году областной чемпионат по грэплингу среди студентов и взрослых. Торжественное событие состоялось в зале общественной организации «Мангуст», расположенного на базе Национального университета Одесской юридической академии. В зале собралось более ста спортсменов со всех уголков региона. У них была одна цель – победить в поединке, чтобы поехать на чемпионат Украины в Харьков. Все представленные спортсмены – представители различных видов боевых искусств, поэтому грэплинг считается самым универсальным видом спорта. Соревнования проходили среди студентов и взрослых. Большое количество участников являются студентами именно Национального университета Одесской юридической академии. В ВУЗе созданы все условия для развития спорта и подготовки будущих чемпионов. Студенты принесли в копилку родного ВУЗа уже более ста медалей высшей пробы в различных видах спорта. Буквально перед началом соревнований мы обсуждали о том, что студенческий и ученический спорт переживает в нашей стране, к сожалению, упадок и большое количество проблем. И именно благодаря таким ВУЗам, как Национальный университет Одесской юридической академии, президент университета Сергей Васильевич Кивалов, глава Федерации грэплинга Украины Магомед Магдиев и многие-многие другие люди, меценаты спорта, которые развивают, дают возможность развиваться спорту. Этот спорт существует, этот спорт развивается, и сегодня вы видите 29-е студенческие игры. Грэплинг на сегодняшний день, будем говорить, что один из популярнейших видов борьбы, потому что он объединяет в себе все виды борьбы. У нас сегодня на области борются и представители самбо, и вольной борьбы, и вельско-римской борьбы, дзюдо. Он очень простой и доступный к правилам, без минимальных ограничений у него. Это может быть болевые на руки, на ноги, удушающие. В ходе чемпионата Одесской области на победу настроен каждый участник, и все мечтают продемонстрировать свой уровень на предстоящем всеукраинском турнире. На соревнованиях были представлены спортсмены с разным уровнем подготовки. Для кого-то это стал первым выходом на ковер, но каждый подошел к соревнованиям максимально подготовленным и с большими амбициями. В сборной Украины в 2019 году на чемпионате мира по пляжной борьбе выступал, ну, там до 23 лет тоже, и на Украине третьим был, ну, есть немного. Суперник, поэтому, достаточно опытный, но я оказался трешки сильнейший. Занимаюсь боевым сам, и на таких сниманиях в первый раз, как бачил, уже две зустречи в игру уже добрые. Эти соревнования нормальные, я уже приехал к соревнованиям. Легкие идут. Первую встречу выиграл, вторую тоже выиграл. Сейчас буду дальше бороться. Уже много лет поддержку в развитии студенческого спорта оказывает президент Одесской юридической академии Сергей Кивалов, который возглавляет Одесский областной спортивный студенческий союз. На протяжении многих лет Юрокадемия является партнером клуба «Мангуст», помогая в проведении различных соревнований и предоставлении тренировочной базы для спортсменов. При вузе открыто уже несколько клубов. Планета Академия по вольной борьбе, клуб «Вориор» по Айкетедо. Также на базе университета свою работу начал боксерский клуб «Академия бокса». Хотелось бы сказать, что в рамках проведенного сегодня чемпионата Одесской области по грепплингу также было почетно вручено Академии бокса, перчатки специально для бокса, более 20 пар для того, чтобы бокс совместно с нами развивался. Потому что в спорте нет разных видов спорта. Мы одна, единая, сплоченная семья, которая работает и действует для того, чтобы спорт становился массовым, доступным и также более популярным среди молодежи и детей. Такое количество клубов, которые существуют в Национальном университете, Юридическая академия, оно уже перешагивает за пять клубов. Клубы, в которых дети могут заниматься бесплатно, в которых занимаются студенты и преподаватели. Мы сейчас находимся в спортивном клубе «Мангус». Буквально через дорогу, недавно буквально мы открывали боксерский клуб Академия бокса. И наш дружественный клуб «Мангус» сегодня подарил вот такие 20 комплектов перчаток, для того, чтобы дети, взрослые могли заниматься, могли совершенствоваться не только в борьбе, но и в боксе. За что им большое спасибо. На сегодняшний день одним из важливших факторов молодежи – это развитие молодежного спорта. И именно благодаря президенту Национального университета Одесская юридическая академия Сергеевича Кивалова так наш спорт развивается. И на базе нашего университета не так давно начал функционировать боксерский клуб Академия бокса, где также наши студенты активно берут участие, занимаются, боксируют. И даже я сама также занимаюсь боксом. Современные спортивные комплексы Национального университета Одесская юридическая академия уже давно стали площадками для проведения всеукраинских и международных соревнований. Напомню, что два года подряд Одесское областное отделение Комитета физической культуры и спорта Министерства науки и образования Украины признает юрокадемию самым спортивным вузом страны.